Ну что же, друзья мои, всем вам доброго времени суток! С вами Алексей, и мы возвращаемся в модификацию Race of Mordor для Total War Attila. Сегодня, друзья мои, думалцы нападут на одну из армий Рохана. Хотелось бы сразу сказать, что им, наконец-таки, отправил подарок Саруман, а именно обоску... обоску... обос с экипировкой Урукхаев. Собственно говоря, Изенгарда, да? Сразу бы хотелось сказать, что экипировка наших бойцов, наших Урукхаев Изенгарда изрядно потрепалась, так скажем, в битвах. И, в общем-то говоря, теперь это поношенная, изношенная, так скажем, амуниция достается Дунвунцам. А этим ребятам не столь важно. Новая она, поношенная. Главное, чтобы сидела хорошо, защищала от стрел, от мечей, от копий. А посему и одеть поношенные доспехи Урукхаеве, почему бы и нет? Соответственно, эти ребята спокойненько одевают их. Ну, понятное дело, не все, потому что на всех доспехов не хватит. Армия Дунвунцев большая. А посему одевают доспехи лишь самые элитные подразделения. Итак, в основе армии Дунвунцев у нас имеется огромное количество бомжей-копейщиков. Огромное количество бомжей-мечников, да, то есть, как сказать, не мечников, наверное, даже ребят с молотками, с булавами, с палицами. В общем, стандартная пехота Дунвунца. Обросшие, неочесанные, мужики из гор. Хе-хе, ладно. Эти ребята, я думаю, сегодня покажут, кто я здесь отец. Рохан давно должен был познать боль от них. И сегодня, возможно, познает. Рохан, возможно, падет. Но не точно. Но все-таки я верю в их победу, так или иначе. Ну, победу Рохана, понятное дело, но не факт, что не вывезут. Также у Дунвунцев имеются благороднейшие просто всадники, оголившие свой торс, накинувшие волчьи шкуры поверх своих шлемов. В руках у них топоры, закаленные боями, да. Также огромное количество мечников. Ну, хотя как, огромное, их не так уж и много, но отрядов так 5-6 точно есть. Барлинированные в кольчугу тоже. Тут волчьи шкуры у них на голове, в общем, по красоте. Ну, и, в общем-то говоря, есть берсеркеры. Вот они у нас тоже. Оголенным торсом, с двуручными топорами, с секирами даже есть бойцы. С наплечниками, да, и сенгарских бойцов. Ну, и, конечно же, не забудьте... Давайте не забываем о самых элитных подразделениях, а именно берсеркеры в крутых доспехах у Рухаев и сенгарда. Тоже у них тут топоры двуручные. Даже так, можно сказать, бердыши, чтобы его... Таких отрядов здесь три. Армия Рохана. Давайте быстренько узрим ее. У Рохана имеется кавалерия. Ну, еще бы, конечно же, кавалерия здесь присутствует. Итак, это у нас конные лучники Рохана. Их у нас здесь целых четыре отряда, или шесть, шесть отрядов. Прикрывает их отряд тяжелых налетчиков, всадников Рохана. Кавалерия ближнего боя. Также у Рохана имеется пехота. Она не чиста, но все же имеет место быть иногда. Без пехоты не обойтись. Это копейщики. Также отряды мечей. Таких как Безмаунт и Тролгвард. Довольно эпичные бойцы третьего ранга. Экипированные, хорошо бронированные. Защищены щитами. В общем, все, что необходимо у них есть. Оружием их будет в правой руке от топоры до клинки. Ну, то есть мечи, извиняюсь. Но также здесь имеются такие бойцы, как сыны Эдераса. Три отряда топорников. Тяжелейших топорников. Способных ломать доспехи. Урукаев и Зингарда. А значит и Берсеркером. Дунлансов, возможно, будет очень больно от их, так скажем, взмахов. Итак, также в резерве имеются два отряда ударных кавалерий Эдераса. То есть наши бойцы лансеры. Да, кавалерийские пики у них в руках. Ну и опять же Эльстмар Хэви Райдерс. О да, эти ребята способны покорить в ближнем бою любую кавалерию в игре. Ну и, конечно же, отряд полководца Рахирим Бодью Гуард. Прекрасно, идеально. Дунлансы уже наступают на оборонительные позиции, как видите. Рохана. Сразу скажу, что Дунланса в этой битве 5620. Рохана же 4280 бойцов. Однако это не все юниты. Дунлансы еще не знают о засаде. Ударной кавалерии Рохана. Здесь, как видим, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать отрядов кавалерии. Ударной кавалерии Рохана. Эти ребята нанесут довольно серьезный ущерб бойцам. Дунлансов. Да, также у Дунлансов есть кавалерия и ударная. Ну, само собой, тоже довольно бронированные ребята. Хе-хе. С плетеными щитами. И даже нагрудники бойцов из Ингарна можно, как бы, заметить, приметить. Итак, да начнется битва. Надеюсь, что вы уже поставили лайк. Написали. Заранее комментарии. После ролика тоже нужно будет написать комментарии. Буду очень рад признателен. Спасибо за то, что делитесь роликами в социальных сетях со своими друзьями и близкими. Спасибо большое. Ну, и самый лучший комментарий я закреплю. А самую лучшую идею для битвы, неважно в какой игре, и модификации я реализую. Поэтому пишите идеи. Лайкайте чужие идеи. Свои тоже лайкайте. И давайте развернем то, что вам воистину захочется посмотреть. Итак, берсеркеры думанцев наступают на оборонительные позиции бойцов Рохана. Уже у нас там кавалерия, мчится лучников. Но тем временем мечи и берсеркеры думанцев вот-вот ударят. Пошли берсеркеры, пошли берсеркеры. Итак, начнется противостояние. Сходу влетают берсеркеры в копейщиков Рохана. Одними топорами они сноносят хобби. Как-то нихрин делать. Одним ударом у нас бойцы Рохана просто отлетают. Плюс также хочу заметить, что у некоторых берсеркеров имеются топоры. Они тут закидывали топорников, в общем-то говоря. Но никто не погиб. Следом влетают отряды копий. Бомжи копий. Также мечники бронированные, да? Вот. Топоры летят, как видим, в топорников наших сынов Эдероса. Тем временем кавалерия Эдероса, ну и вообще в принципе кавалерия Рохана показывает себя. Тут же в них влетает кавалерия думанцев, дабы не дать им прочаржить своих бойцов с тылу, да? Что в принципе-то верно. Тем временем на другом фланге тоже у нас начинается противостояние кавалерии копий, как вы можете увидеть. В общем, думанская кавалерия и пехота делают все то, чтобы они зашли, в общем-то говоря, в тыл всадники Рохана. Ну, скажу сразу, что в принципе пехота Рохана весьма неплохо встретила натиск элитнейших, ну и бомжей думанцев. Началось противостояние. Роханская кавалерия не дает так просто перехватить себя. Их в конце концов больше, а значит они могут проводить свои чарджи по завязанным в бою отрядам Думанда. Это кавалерия Рохана. Кон и лучники накидывают в спину, как можно видеть. Кстати, в такой момент у нас Думанцы, как вы можете увидеть, в тылу оставили свои отряды копий, чтобы их не прочажили. Также пытаются мечниками перехватывать наступление кавалерии, чтобы они заделали как можно больше юнитов, но не удается. Кавалерия влетает в построение пехоты Думанцев. Думанцы быстро переагриваются в тыл, пытаясь ловить, но при этом, конечно же, при встречном натиске теряют еще больше юнитов. Но в любом случае теперь кавалерия Рохана при отступлении не сможет так легко уйти и не погибнут, как известно, да? При отступлении идет анимация добивания. А значит, не каждый сумеет отступить уже как минимум. Тем временем, на другом фланге мы можем увидеть, как бойцы Думанцев разбили копийчиков Рохана. И уже начинают спокойненько нарезать сынов Эдераса. Началось противостояние Бердана, в общем-то говоря, топорников Думанда и бойцов Эдераса. Пехота Рохана неплохо держится, однако против этих Бердышей мало кто сможет выстоять в принципе, как я и сказал ранее. Так что весьма неплохо, весьма неплохо. В любом случае. Возможно, со мной Ред Эдераса даже не на столь сильные юниты. Смотрите-ка, боец падает. И, возможно, он сейчас встанет. Кстати, у него Бердыши, да? Можно увидеть. Бердыш, конечно, опаснейшее оружие. Подходит аккуратненько в спину. И начинает просто колотить щит бойца Рохана. Небольшая дуэль. Взглянем. Сумеет ли Думанский воин с Бердышом сломать щит и в колоть себе Бердыш в тело бойца Рохана? Или сумеет ли меч пронзить тело Думанца? Опа! Сменился. Противник. Никак не могут этого бойца разобрать, вы можете увидеть. Все стоит и сражается. Идут обмены ударами. Видишь, вдвоем теперь пытаются сломать его. Вдвоем так каждый сможет. Втроем теперь. Ну, втроем только разобрали его. Соло никто не сумел, да? Как говорится. Ага, ничего себе. Ты посмотри-ка. Смотрите-ка, сыны Эдереса у нас здесь уже погибли. А, нет, нифига стоят. Неплохо. Сны Эдереса стоят. Весьма не дурные. Не, нормально, нормально. Красавчики. А вот здесь удалось Думанским топорникам, бердышам, элитнейшим разобрать мечников Рохана. Тем временем кавалерия Рохана бьет по левому флангу пехоту Думанда в тыл. Прекрасного на себя множество жизней бойцов Думанда. Неплохо. Можно видеть, как неплохо-таки отступает с этого фланга пехота Думанская. Видите, отступает кавалерия для боя, дабы перегруппироваться и вновь ударить. Неси свой чарш неистовый. Тоже отдыхает, тут стоит. А так и тут их перехватывают копейщики Думанцев. Даже бомжи, способные уносить бойцов Рохи Рима в ближнем бою. Не стоит кавалерии вязнуть в ближнем бою с копьями. Это всегда заканчивается одним. Даже если копейщики просто какие-то обычные матрасы. У кавалерии, кстати, Думанцев, очень хорошо стоит. Очень хорошо стоит. Видим, отряд потерял троих. Убил 14 человек в ближнем бою. Арохан. Стифоловы отряды стоят. Видимо, да, конные лучники погибают от ударов. Чемпион Риверс. Неплохо. Тем временем, правый фланг очень легко пробивается пехотой Думанда. Сыны Эдероса делают 100 фрагов. В противостоянии с бомжекопьями. Ну, неудивительно на самом деле. Тут сейчас к ним в тыл пойдут бердыши и берсеркеры. С оголенным торсом и с неистоством в глазах. Эти ребята в полу сражения нарезают всякого. Не завидую я. Так, стоять что-то не так, друзья мои. Где-то я затупил. Отлично. Теперь с нами также кровь. Кровь Рохана. Итак, копейщики Думанда выходят в тыл пехоте Рохана. Также там и мечники пытаются пройтись, влететь. Как видим, пехота Рохана потихонечку начинает отступать. Я сразу скажу, что битва была не между ИИ, а между игроками. То есть за Дудланд играл игрок. Также за Рохан тоже играл игрок. Соответственно, здесь не боты играют друг с другом, а игроки. Это зарисовка сражения, друзья мои. Тут все мечники удалось сломать пехоту. Думанцев они отступили, но вернулись в бой. Пытаются мечники добить отступающий отряд, что вернулся в сражение. Однако таким образом, да, какая-то часть бойцов остается в тылу. И сражаются с отрядами мечей. Тем временем тяжелые мечники Думанда также влетают в построение мечей Рохана. Сейчас также и здесь влетят. В общем, удар в тыл очень серьезный урон по морали. Не каждый отряд продолжит сражаться, зная, что их в тылу бьют. И в скором времени клинок окажется в спине. Неприятное, да, ощущение? И так пацаны с палицами влетают в построение Рохана. Нифига их валят. Мощно, конечно. Ничего не скажешь. Еще копья в бой пошли. И тут копья на копья. Тем временем ударная кавалерия Рохана добивает отступающие отряды, чтобы они не возвращались обратно в бой. По максимуму пытаются всадники Рохана утилизировать как можно больше отступающих противников, дабы те не вернулись в сражение. Однако, выходя из боя, напоминаю, да, есть анимация отступления. А при анимации отступления идет добивание. Значит, человек погибает. Тем временем кавалерия Дунанда все еще сражается. Неплохо, да? Так же и здесь Дунанда стоят. Скажу сразу. Отваги им не занимать. Боевой дух у них. Ну, именно у элитных отрядов очень даже высок. Что способны они с лансерами Эдероса на равных сражаться. Напомню, Рохан не является прям сильной кавалерией, как фрак... Ну, то есть, напомню, юниты Рохана, как всадники, не являются прям сильнейшими всадниками в этой модификации. Их просто много. Вот. Фракция коневодов. В основном это всадники. Вот. Но это не говорит о том, что все всадники элитные. Допустим, на 100 всадников из них 10 всадников проходят с элитными. Да для дуннанцев же всадников очень мало. У них, как минимум, проблема с кавалерией. А поэтому на лошадей садятся лишь элитнейшие бойцы. А посему и всадники у них прям элитнейшие. Ну, и хорошо стоят. В конце концов, живучие ребята. Ну, понятное дело, что Дуннс Какава тоже далеко не элитная прям среди всех всадников. Напомню, вам есть такие всадники, как Нолдор. А кавалерия Нолдор это опасно. Для любого. А коны и лучники стоят. У них все еще есть боезапас. Они все еще стреляют. Хотя от боезапаса мало что остается. Ничего себе. Чемпионов Дуннландца разобрали в дешний бою. А здесь вот эти кавалерии вот-вот падут. Но они сделали по 40 фрагов, по 50 фрагов. Неплохо весьма. Весьма неплохо. Итак, как мы видим, у Рохана остается лишь два отряда пехоты. Отдают должное Дуннландца. Молодцы. Пехоту вырезали. Однако лучники, да, конные, и кавалерия ближнего боя также ударно. Рохана сейчас будут раз за натиск... Раз за разом проводить свои натиски. Капец, как камера трясется. Недурно. Я не знаю, как вам, но... У меня бегут мурашки по коже. Зрелище. Я не знаю, как вам, но... Отряд мячей хорошо стоит здесь, заметьте. Прием до последнего стоит. До последнего сражаются в конце-то концов. Молодцы. Однозначно. Ух, кавалерия пошла. Вот так, ребят. Кавалерия Рохана пошла в свои чарджи наводить суету, так скажем. Натиск прям от души. Но в плотной стройке кавалерия Рохана не особо так красиво влетает. Не так уж сильно сминает она позиции неприятеля. В данном случае Дуннландов. Дуннландские бойцов. Дуннландские бойцов. Дуннландские бойцов. О, опять кавалерия пошла. Они сейчас будут раз за разом на диске проводить, пока пехота сражается с пехотой. Здесь эти пехоты разобрали дунулцы. Добили. О, кавалерию забирают в ближнем бою. Но мечники элитные, да. Мне кажется, самая сильнейшая армия дунулцев. Столько элиты я ни разу не видел нигде, в принципе. Вот данные фракции. Но Рохан, кстати, уже потерял больше половины своей армии. Избыло 4280 бойцов, а остается всего лишь 1395 фигментов. Когда у дунулцев остается лишь 1100 бойцов из 5620 бойцов. Неплохо. Из 5000, пусть из 120 бойцов. Отходят. Садники Рохана снова перегруппировываются. Как хорошо стоят. 24 мечника остается, 257 фрагов. Неплохо. 257 фрагов для данных юнитов это очень много. Хотя, конечно, сражаются не только с элитой, но и с бомжами. Посему, в принципе, это неудивительно, честно. С другой стороны, элиты их не вырезают. Здорово. А, как видим, берсергеров они ломают. Но что, скоро там кавалерия будет натиски проводить? Кавалерия добивает отступающих. Им не натиск по основным группам бойцов в дунамцах. Но неплохо. Ну что, когда там кавалерия влетит-то уже? Мне кажется, пора бы уже. О, конлучники подошли начинают стрелять. Ведут обстрел по пехоте. Неплохо. А вот и кавалерия, пожалуй. Идет встречный натиск от пехоты дунамцов. Неплохо. Весьма неплохо прочержали. Садники Рохана аж прям прорвались до центра позиции дунамцов. Пошел натиск также с другой стороны. Своих протяжили. Бедные бойцы Рохана пытаются отступить от тут же своих же коней. Ну все. Распал в бою и отступил. Так погибни с честью от натиска своей же кавы, товарищ. Хрен там тебе плавал. Отступить невозможно. Ну да. Схвозь такую линию кавалерии. И без ума натиска отступать как минимум глупо. Просто кавалерия со всех сторон пытается давить. И давят они весьма неплохо. Не завидую. Не завидую я пехоте дунамцев. Ох как я не завидую. Как же я не завидую. Просто начинают бежать. Одно вам скажу. Элитнейшие отряды дунамцев не побегут до последнего, пока не погибнет последний боец в отряде. Оконные лучники молодцы. Хорошо позабирали в этом бою. По 150-100. 189 фрагов. Весьма недурно для кавалерии лучников. Очень даже. 103-58. Неплохо. Хотя напомню, что многие отряды дунамцев без брони. Поэтому неудивительно. Там лишь одна, наверное, шестая армия в броне была. Более-менее. Счетами бойцов Изенгарда, да? Но пехоту кавалерия Рохана сломала. Одним лишь натиском. Пробила их. Изничтожила их мораль. Опустив боевой дух. На самое дно. Однако есть еще те, кто стоят и сражаются до последнего. У дунамцев остается последний отряд. Численностью... 30 бойцов. Остальные же отступают. Им не дадут вернуться в бой. А почему последний отряд... Последние воскриты сражаются. 26 бирсеркеров. 147 фрагов. Все еще стоят. И бежать не планируют. Они будут пытаться сейчас сломать как можно больше отрядов Рохана. Но, конечно, сами понимаете, тут уже без шансов. Давайте досмотрим вместе, как они погибнут, что ли, с честью. До последнего бойца. Кавалерия Рохана потихонечку их окружает. Видимо, решили основательно подготовиться к натюзку. Дабы на все был последним. Мне просто с двух сторон давят их. Даже с трех. Блядь, не завидуй берсеркерам Дуннадзов. Как же не завидую. Ни хрена не видно. Где-то они есть, но где? Под копытами лошадей разве что. Ну шо? Кавалерия Рохана отступит? А куда денется? Непонятно, кого бить-то. Итак. Осталось совсем немного бойцов-дуннадзов. Но, заметьте, они нарезают. Кавалерию Рохана все еще. Парушку бойцов осталось. Охрана полководца-дуннадзов все еще живая. Вы реальные чемпионы, ребята мои. Товарищи. Тут остаются лишь сильнейшие. Те, кто не были продавлены натиском. Хотя продавлены не были точно. Но как они выжили, я не понял. И снова натиск. Жесть. Они все еще стоят. Последний боец остался, друзья мои. Последний боец. Последний воин. И он пошел один в натиск. Куда его унесло, я не понял. Жесть какая. Итак, друзья мои. Заглянем. Элитные подразделения дуннадзов, так скажем. Это 162 фрага. 106, 136, 122. 120, 132, 125 фрагов. Наши самые вот эти бронированные ребята в кольчуге, все дела. С щитами. Рукаев Изингарда. С волчьими шкурами нашли макс своих, да. С мечами, с клинками. В общем, неплохо поработали. Очень даже многих позабирали. Заметьте, также копейщики. Ну, в принципе, ладно. Копи не так уж и много забрали. Особо много-то и у них хитнее было их. Ну, а не так. Чисто дефли, да. То есть, своеобразные танки против кавалерии. Чтобы не пробили так просто. Неприятельские силы велица Рохана. Кавалерия Изингарда. Кавалерия Дунанцев. 44, 53, 21, 6, 46, 13. Ну, я напомню, что они сражались с кавалерией в ближнем бою. Оба сему много фрагов у них быть не должно. Берсеркеры. Ну, вот эти вот, те самые ребята с оголенным торсом. Денжин Мастерс. 70, 345, 131, 29, 132. И элитнейшие берсеркеры в экипировке Урухаев. 182, 201, 157. Жестко. Я тут заметил кое-что. Заметьте. А, какованные лучники. Рохат. 416. Как? Мне кажется, они добивали по большей части. Поэтому такое обилие фрагов у них есть. Ладненько, на этом все. Ребят, спасибо всем огромное за поддержку. За вашу мотивацию. Мораль. Ведь мораль моя в ваших руках. Ваш лайк, ваша активность, ваша поддержка, ваши предложения, идеи, донаты и все остальное. Это все в совокупности имеет все, как бы, и сам канал. То есть, только лишь благодаря вам канал живет. И если не вы, то и канала, как бы, да, соответственно, нету. Поэтому спасибо всем огромное за поддержку. Вы, это и есть канал. А я просто руки, пилищу, так скажем, тот или иной контент. Но в первую очередь, вам спасибо. Вы лучшие. Мотивация ваша, как всегда, эх, созидает контент. Хе-хе. Спасибо большое. Ладно-ка. Давайте, друзья мои. До скорого. Ладно-ка. Ладно-ка. Ладно-ка.